Итак, мы в доме журналисты, дорогие друзья, УМНОВ Валерий Николаевич, доктор технических наук и социологических наук. Значит, как доктор технических наук я занимался приборами системы управления и придумал новое направление, что его расстроили вообще. Оно называлось импульсно-перецепное измерение. Что? Оно не называется, только оно прибор. Вот в этом направлении у меня сто с лишним. Но есть еще по энергетике. Нано-термоядерный синтез. Статья есть, выступления на конференциях, там, в МФТ и так далее. Значит, суть в чем? Вот сейчас делают эти термоядерные монстры, громадные и так далее. На самом деле, в будущем термоядерный центр будет свистеть, ну, как говорится, в микросхеме. В микросхеме. Да. А микросхема будет помещаться, ну, по простому скажу, в термосе. Ага. И там все расходуемые, аж вся расходуемая энергия, она остается в термосе. И получается еще дополнительно за счет микро-термоядерного синтеза. В коробочку, видите? А в ней там дай, 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 дай. Сколько тебе надо? Это дешево в производстве? Сначала всегда дорого. Нет, в серийном производстве я имею в виду. При массовом серийном производстве. Если массовое, то, конечно, всегда будет более доступно, чем эти татаны. А про эфир, что можете сказать? Самое главное – это везде. Вот. А про эфир, значит, вот эта книга моя «Физическая интегрология», там есть целый раздел, я сейчас не стал говорить, где я раскрываю природу тяготей. То есть вот то, что мы называем эфиром, да, ну, лучше назвать «Физический вакуум». Вот «Физический вакуум», ну, уже все давно признают, что он существует, и вот у Менделеева… Не все признают. Российская академия наук не признает. Не-не-не. Я говорю… Путин не признает, и другие не признают. Не-не-не-не. Пока официально имеется в виду. Не-не-не. Разве они могут быть признавающими? Это бюрократическая организация. Я говорю об ученых. Так вот, все ковыряются в этих задачах, физический вакуум и так далее. Значит, я объяснил природу гравитации очень непросто, но, по-моему, более, ну, как приемлемо для объяснения, чем существующие другие теории. Вы помните выражение для силы притяжения… Закон Ньютона… Там как написано? Сила притяжения равна там некий коэффициент, ну, гравитационно-постоянный. В числителе масса первого умножим на массу вторую, а в знаменателе r квадрат. Квадрат расстояния между этими двумя массами. А есть еще закон Кулонова. Там тоже очень похожий коэффициент, дальше дробная черта. И вместо массы заряд первый, заряд второй, и деленное на r квадрат. И как-то никогда… На это никто не обращал внимания, а я как раз подстроил все на том, что в физическом вакууме здесь возникают некие праймоны, это неоднородности. Причем, ну, известно, что весь вакуум, он квантовый. Дальше он подчиняется принципу неопределенности Гейзенберга. То есть он дрожит в неопределённом положении и состоянии находится всегда. И кванты. И вот когда эти кванты начинают взаимодействовать в самом вакууме, он уравновешен, он нейтральный вроде бы, да? Хорошо. Но когда возникают неоднородности из-за вот этих фокусных вещей, эти неоднородности начинают проявлять свои свойства. Сначала зарядовые, массы они не имеют, но она имеет неоднородность зарядовой. А потом, когда эти неоднородности, я назвал их праймоны, когда эти нега и пози праймоны, положительные отрицательные, начинают взаимодействовать, они из-за того, что совокупность этих обстоятельств, что они дрожат, что они неопределены, они стягиваются. Вот клубок положительных и отрицательных праймонов нейтральный электрический. Массы не имеют. Здесь другой такой же. Но оказывается, что там внутри все это дрожит, и они начинают только стягиваться. Почему нет отталкивания? Потому что именно чем ближе они, тем сильнее взаимодействие. А чем дальше, тем слабее отталкивание, понимаете? Поэтому превалируют, получается, тенденции к тяготению. Но для этого нужно вот эти условия, которые я так быстро сказал. Вот когда их собираешь вместе, а никто их не собирал, то тогда, в общем-то, все работает. Моя книга вышла. Физическая интегрология в семьдесят, где-то... Нет, ну, восемьдесят. В пятом, даже в восемьдесят четвертом году. А у нас противеновы, знаете, скорее. Ну, конечно. Физики. Все смотрели, все... Ну, у нас это кафедра физики, например. И докладывал я вот на... Вот они сейчас опять... В УФТИ на конференции международные. Ну, я с партнером докладывал. Я вот привлек просто, он хороший доктор технических наук. Ладно. И вот... Все удивлены? Да, оно похоже. Скажите, для того, чтобы сделать прототипы источников энергии, какие нужны ресурсы? Вот вы, как изобретатель, у вас есть некая разработка, чтобы сделать прототипирование. Какие шаги вы видите? Они всегда одни и те же. Нужно, ну, во-первых, теорию построить такую, чтобы можно было расчетить. Но теория у вас уже есть, я так понимаю. Теория есть, но дело в том, что мы же описываем те вещи, на которые мы физически влияем в состоянии гравитации. Кстати, вы знаете, вот по закону Кулона одна сила, эти же самые частицы, вот, допустим, электроны и позитроны, они положительные и отрицательные, так они электрически стягиваются с одной силой, а массами, как у них же и масса есть, в другую. Так электрические силы в сотни миллионов раз сильнее гравитационных. А у нас гравитация, Земля тянет по сути, мы думаем, что они страшные. А электричество, вот на чем строилось, собственно говоря, все свои, пытался выстроить свои приборы, там, представления и так далее. Николу Тесла? Тесла, да. Вот именно на этом он понимал, что тупо ковырять надо. Так на каком этапе сейчас находятся работы ваши? Они в теоретическом плане, они в практическую область переведены? Для меня сейчас главное – это федерация. Сосиология, конституция. Да, федерация, общественная ООН, у нас есть взаимодействие с… Моя книга одна, основная издана в Болгарии, итальянцы взялись. Когда обнаружили, прочитали, ну они русские, знают Болгарию. Они сказали, да немедленно надо издать на нас. Ну и так далее. Поэтому вопрос вот распространения этой теории тоже важный. Ну… Для меня важность первая – это федерация. Потому что у нас в стране нельзя допустить, чтобы тупик был, конституционный тупик. Как можно игнорировать гражданство? Сейчас я дам слово… Но не то гражданское общество, которое ходит на болотной почве, просто на чужие деньги. Безаражит что-то. А спроси его, что он хочет, он не скажет. Ну просто сказали, по идее заработаешь. Ну до этого же доходят именно. Но есть идеологи. Назовите мне хоть одного идеолога-теоретика о либерализме отечества. Нет. Есть только политологи, политики… Какие проблемы? Конвентуры есть, а науки нет. Спасибо. А нужно делать научно обоснованную конституцию. Не просто… Изменения… Нет, Путин, понятно. Ситуация нам нужна. Понятно. А дальше-то, в конце концов, нужно получить конституцию. Научно обоснованную. Где нельзя просто отмахнуться от идеологии, сказать… Я так не хочу. Идеология. Нужна идеология. Одна с нашей. Не общая. Идеология нации – это одно. Идеология системы государства – это другое. Идеология системы гражданского общества – третье. Но они все взаимосвязаны. А они должны быть одна технология, которая диктует всем, вплоть до ребенка. Там, где он в зал детского сада – это тоже другое. Правильно. Но она малоэффективна. В конце концов, ее легко критиковать. Там, октаву. Хорошо. Значит, подробности, дорогие друзья, смотрите на канале. Есть подробные выступления сегодня. И будет еще несколько заседаний, я так понял, да? Ну, это вот мое решение. Я думаю, что нужно сделать буклет и распространять до заседания. А потом на заседание выносить отдельные вопросы. В бухлет либо в электронном виде распространяем? Нет, в электронном виде хочу. Угу. Хорошо. Я вам пришлю в сайте. Я сейчас поможу в федерации. И там есть раздел «Библиотека». Там все мои. Кстати, и физическая интегрология. Угу. Хорошо. Все. Благодарю вас. Спасибо большое. Вам спасибо. Все, дорогие друзья. Пока топ-снято. Спасибо. Хорошо. Защитывайте. Спасибо.